Из квартиры внучки разведчика украли военные награды. Милиция задержала студента, квартиранта пострадавшей. У него в комнате нашли несколько украденных медалей. Но женщина уверяет, парня подставили. Она просит найти ордена, вора и спасти студента от тюрьмы. Патрульные берутся помочь. Из моей квартиры пропали военные награды моего деда, полного кавалера ордена славы Петра Ковальского, погибшего в 45-м. И еще некоторые награды. Ну, а скажите, следы взлома обнаружили? Нет, следов взлома нет. Но дело не только в этом. Милиция у меня уже в доме была, и задержали моего квартиранта Кирилла. Я уверена, это не он. Ну, хорошо. А за что его взяли-то? Потому что у него в комнате нашли некоторые из пропавших вещей. Но он историк. И более того, его специализация – Вторая мировая война. Вы знаете, он столько мне рассказал о полке, где служил мой дед, о наградах. Пожалуйста, я вас очень прошу, ну, найдите вора, не ломайте парню жизнь. Ну, вы не волнуйтесь. Если это не он, милиция задержит настоящего взломщика, а Кирилла вашего отпустят. Так я вот только что была в милиции. Вы знаете, что они мне там сказали? Они сказали, что за последние два года – это уже четвертый случай. Кто-то проникает без следов взлома в квартиру и, не оставляя никаких улик, выносит там весь антиквариат. Дело, конечно, очень серьезное. Тем более парень уже в СИЗО, и против него есть улики. Ирина Стефановна очень переживает за Кирилла. Так что постараемся им помочь, ну, и вернуть семейную реликвию внучке-героя. Чтобы прояснить обстоятельства кражи, Леша отправил Вадима осмотреть ее квартиру. Милиция все осматривала, сказали, следов взлома нет. Да, я вижу. Замок по сторонним предметам не вскрывался. Ну, хорошо. Вот здесь, здесь были три звезды славы. Мой дед был полным кавалером ордена славы. Ну, а здесь разные медали. Ирина Стефановна, а вы могли бы показать мне комнату Кирилла? Кирилла? Конечно, но дело в том, что ее опечатала милиция. Ничего, мы будем аккуратными. Хорошо? Ну, пойдемте. Пойдемте. Вот. Хотелось бы быть оптимистом, но я реалист. При таких раскладах парню нет шансов никаких отвертец. Одно непонятно. Зачем держать краденое у себя в комнате? Да еще и на самом видном месте. Настоящая советская. Вадим предположил, что вор проник в квартиру не через дверь. Он решил внимательно осмотреть окна. И на одном из них обнаружил странную деталь. Алло, Леш. Алло. Ну, похоже, наш Кирилл настоящий фанат Второй мировой. Об этом в его комнате говорит все. Вещи, книги. И по поводу ценности орденов ему тоже было известно. Я думаю, у него был прямой мотив украсть и продать эти вещи коллекционерам. Хорошо. Все, понял. Давай. Тот, кто взял эти ордена, хорошо знал, где и что нужно искать. Результатов взлома, как утверждает милиция, не обнаружено. Зацепок у нас тоже нет. Разве что ключ от квартиры, который мог быть еще у кого-то. В это время Надя приехала в университет, где учился Кирилл. Разузнать о нем у его сокурсников и преподавателей. Расскажите мне о Кирилле. Как он учится, чем занимается, какое хобби, может, у него есть? Ну. Однокурсницы Кирилла утверждали, что он не мог пойти на кражу. Алла Алексеевна, вы Надя? Да, я Надя. Я с вами хотела поговорить о Кирилле. Можете рассказать, как он учится, как занимается, какие успехи у него? Преподаватели тоже отзывались о нем очень хорошо и пророчили Кириллу блестящую научную карьеру. Алло, Леш, привет. Привет. Значит, слушай, что я узнала о Кирилле. Ну, у него сейчас очень сильно заболела мать, поэтому он вынужден был взять академоотпуск. И у него Хмельницкий, там малолетний брат и сестра, ну, наверное, нужны деньги. Патрульные не уверены в том, что Кирилл украл награды, но исключить этого они не могут. Нужно было с ним поговорить. Алексей воспользовался своими связями в милиции и навестил парня в СИЗО. Последственный понюта доставлен. Заводите. Заходи. Присаживайтесь. Меня зовут Алексей. Я шеф патруля самообороны. Мы постараемся вам помочь только в том случае, если вы нам скажете правду. Как историк, я знаю цену краденных вещей. Найдорожчий из них – повный набор Ордена Славы. Но, чем завгодно, клянусь, не крав я ничего Ирины Стефанівны. Мне все это подкинуло, чтобы подставить. Ну, а кто бы это мог быть? Ну, а кто имел доступ или ключ? Кирилл рассказал, что кроме него у Ирины Стефановны жила еще одна квартирантка – Людмила. Но после того, как та съехала, Кирилл лично менял замки. Я готов верить в невинность Кирилла, но, к сожалению, все факты против него. И, как мне кажется, он что-то недоговаривает. Леша, у тебя 15 минут, я закрою тебя за наружу. Ага, спасибо тебе большое. Так. Леша звонит патрульным. Он просит Вадима узнать все о Людмиле, бывшей квартирантке Ковальской. А Дениса проверить, не появилось ли на форумах коллекционеров антиквариата объявление о продаже полного комплекта Ордена Славы. Доброе, здоровье. Доброе, здоровье. Кирилл сказал мне, что за полный комплект Славы коллекционеры дают очень приличные деньги. Он даже, скрипя сердце, помог мне с объявлениями. И вы знаете, через несколько дней позвонил мужчина. И поинтересовался причиной продажи. И предложил мне за все скупом тысячу долларов. Но я позвонила Кириллу. И Кирилл сказал мне, что это очень мало, что это просто грабеж. Я мужчине, конечно, отказала, позвонила. А вот вскоре, буквально вскоре, у меня появилась новая квартирантка. И заплатила за полгода вперед. И мне больше не пришлось продавать награды. Понятно. А что за человек ваша квартирантка? Ой, Людочка, это очень хорошая девочка. Она мне тогда так помогла. Еще я очень давно хотела поменять окна. А она нашла фирму, которая это делает в два раза дешевле. Хорошо. А с Кириллом, как они? Ладили? С Кириллом? Комплект Славы – это очень большая удача для коллекционеров. Сама по себе зерка – не такая же редкость. Но если это полный набор Кавалера Славы, первой, второй и третьей ступени, то уже иная вещь. Их всего лишь выпущено было 2674. И вартовать он может где-то 25 штук баксов. Я сейчас нашел один закрытый сайт коллекционеров. Это по той новости, которую Леши дав Кирилл из СИЗО. Вже хакнул. Остается, я думаю, нам лишь только ждать новой пропозиции. В квартире Ковальской, кроме Кирилла, жила еще одна квартирантка – Людмила Чеплыгина. И тут есть один пикантный момент. А Людмила, которая далеко уже за 30, испытывала некую симпатию к Кириллу. И даже открылась ему. Ну, а я не удивлена. По нему, вон, полуниверситета сохнет. Ну, Кирилл, похоже, сохнет только по науке. Как говорила Ковальская, Людмила, скорее всего, и съехала из-за того, что Кирилл не ответил ей взаимностью. Она несколько раз заставала ее плачущей на кухне. Ну, и пыталась поговорить, дескать, мол, он на 10 лет младше ее. В общем, разбил он ее сердце. Не смогла она жить с ним под одной крышей. Пошукаю инфу так же и на ней. Да, похитить награды из закрытой квартиры и подставить Кирилла могла и Людмила. Она хорошо знала о местонахождении наград. Ихней рыночной стоимости и самое главное о хобби Кирилла. Кирилла. Во-во-во-во-во, ех. Дивіться, тільки наз'явилось нове оголошення на нашому сайті. Повний комплекс слави. Так, є ціна. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, ось сторінка продавця. Зараз, я хочу знайти комп, з якого дали оголошення. Де ж той комп? Ні. Ну ось і наш продавець. Так, на принт. Какой-то Шерхан, да? Ну Шерхан не Шерхан, але він тепер у нас на гачку. Як тільки вийде в мережу, ми одразу відстежем його місце знаходження. Ну покажи. Так. Хорошо. Так. Значить, ребята, їзжайте к цим чотирям пострадавшим, дела, котрих милиція хоче повесить на Кирилла. Ну і свежим глазом, а посмотріть, може, що-то найдете. Все-таки полгода прошло. Хорошо. Першим в списку пострадавших, которых должны были посетить патрульные, оказался коллекционер-востоковед Владимир Пряхин. Узі іду, іду. Іду, іду. Ну вот, здесь стояла ваза китайская, унесли вместе с китайским сервизом. Владимир, скажите, пожалуйста, а вы в последнее время не ставили новый стеклопакет на балкон? Да, где-то с полгода. А можно посмотреть ваш балкончик? Да, пожалуйста, проходите. Вадим осматривает балкон и обращает внимание на одну странную деталь. Точно такую же он видел на окне в квартире Ковальской. Скажите, Владимир, а у вас документов о выполненных работах не осталось? Сейчас, малыш, где-то есть. Покажите, пожалуйста. Патрульных настораживает то, что у обборованного коллекционера незадолго до ограбления стеклили балкон. Да, вот это они. А где подпись, реквизиты? А я что-то не обратил внимания. Ну, ясно. Патрульные посетили еще троих пострадавших. Выяснилось, что все они незадолго до ограбления меняли окна. И у всех на окнах была одна и та же странная деталь. После того, как мы обошли все места преступлений, мне кажется, что я уже понял, что объединяет все эти кражи. Алло, Алло, Леш. Значит, смотри, за последнее время во всех квартирах, так же, как у Ковальская, были заменены окна и отремонтированы балконы. И, по словам жильцов, фигурируют одни и те же люди. Это девушка, которая отвечала на телефонные звонки и принимала заказы. И мужчина, он же замерял окна, и он же их устанавливал. И потом, по факту выполненной работы, забирал деньги. Надя, значит, скажи, Вадим, пускай собирает все копии договоров пострадавших, забирайте Ковальскую и приезжайте в офис. Будет совещание. Из квартиры Ирины Ковальской украли полный комплект Ордена Славы. Милиция считает, что военные награды деда Ковальской украл ее квартирант Кирилл. На него собираются повесить еще несколько похожих ограблений. Но пострадавшие уверены, что парень не причастен к преступлению. Патрульные берутся расследовать это дело и узнают, что за полгода до ограбления в квартире меняли окна. А кроме Кирилла проживала еще одна квартирантка – Людмила. Она и помогла хозяйке квартиры найти контору по замене стеклопакетов. Патрульные решают поговорить с пострадавшими от подобных ограблений и выясняют, что все они незадолго до ограблений меняли окна. Вадим понимает, каким образом преступник проникал в квартиру. Поехали. Да, да, ты езжай, давай пока сама. А я тут кое-что еще посмотрю, хорошо? Хорошо. Ну давай. Алло, Костик. Привет. Приезжай на Цветаевой, дом 16. Я тебя жду возле третьего парадного. Ага, давай. Давай. Привет, Костик. Да, ну показывай, что тут у тебя случилось. Да кошка у меня тут подозрительная. Мне кажется, его вскрывали. Ага. Надо, чтобы ты посмотрел. Ну давай посмотрим. Вон, видишь, какая штучка интересная. Ага, да-да-да. Есть такое дело. Ну сейчас я возьму сульмианочку, залезем, посмотрим. Ну давай. У меня как раз присоска с собой есть. Сейчас зацепимся. Сейчас пока подержи. Держи. Ну нормально. Сейчас, подержи. Ага. Держи. Да, по ходу дела здесь сверлили. Напротив ручки как раз. Сейчас я возьму ножичек посмотрю. Лёш, значит так. Преступники, когда устанавливали окна, придумали вот какую штуку. Они напротив ручки окна, видишь, ставили заглушечку, чтобы не было видно. А потом, когда проходило время, спокойно приходили, вынимали заглушку, вставляли ручку, открывали окошечко и проникали вовнутрь. И брали всё, что им нужно. Проверка Денисом всех договоров показала. Везде указаны реквизиты несуществующих фирм. А все номера контактных телефонов не обслуживаются. Ой, а откуда у вас фотография Григория? Это же тот самый Григорий, который ставил мне окна. Або той самий Шерхан, что сейчас в интернете шукает покупателей на нагороды вашего деда. Так, нещодавно вышел на связок десь в районе Ленинградской площади. Скажи, пожалуйста, а у нас есть информация на Людмилу Чаплигину? Нашел что ли? Сейчас. До речи, пани Ирино, а как вы считаете, кем работает ваша квартиранка? Людмила Чаплигина. Директор компании «Киевпластсервис». Вікна для людей. Я ещё не отправив листа, маю відповісти. Одразу побачу її місце знаходження. Так, хвилинку. Цікаво. IP-адреси Шерхана та Чаплигину повністю співпадають. Вони працюють з одного компа. Значить, Шерхан та Людмила работають в парі. Скоро ваш студент вийде на волю. Ой, дай Бог. Алло. Товарищ полковник. Есть информация по делу Кирилла Панюты? Да, хорошо. Всё. Скоро буду. Да, до встречи. Григорий Щепа и Людмила Чаплигина давали частные объявления в интернет по установке стеклопакетов. Ну, по ценам дешевле рыночных. Квартирами занимались только на первом этаже. Ну, так было удобнее. Занимались антиквариатом, живописью. А Людмила, кстати, в этом очень хорошо разбиралась, потому что по образованию была искусствовед. А как определяли, их это клиент или нет? Людмила менеджер принимала заказы. А Григорий мастер приезжал в квартиру, обсматривал, если, в принципе, всё подходило, было что взять. Устанавливал стеклопакеты, а потом через какой-то период возвращался. По-тихому заходил через окно, убрал всё, что надо. Ну, и так же по-тихому и уходил. Так это Людмила зачем она его подставила? Любовь. Они встретились с Кириллом, она очень влюбилась в него. Ну, и захотела быть поближе. Сняла комнату у Ковальской, а он ей отказал. Ну, а вы же сами понимаете, женские обиды, они-то коварные. Она решила его подставить, подкинула ему антиквариат. А потом, как оказалось, этот антиквариат с разных квартир. Ну, вот наша схема, в принципе, и сошлась. Так что вот так всё и закончилось. О, ну что, ты переживал? Всё у тебя нормально, так что можешь быть свободен. Садись, кстати, подвезу тебя. Всё, спасибо. До встречи. Аферисты Григорий и Людмила получили пять и три года колонии соответственно. Кирилл вернулся в университет и продолжил обучение. Награды лейтенанта Ковальского возвращены его внучке и законной владелице. За три дня до свадьбы у Никиты Шиповалова пропала невеста. Он уверен, что она не могла сбежать и подозревает худшее. Никита просит патрульных найти его девушку. Она мне позвонила пару дней назад. Сказала, что куда-то на пару дней уезжает, чтобы я не звонил, не тревожил. Я её про свадьбу спрашиваю. У нас свадьба должна быть. А она положила трубку, и я звоню, телефон уже всё не отвечает. С ней что-то случилось. Это сто процентов. Ну, Никита, давайте не будем делать поспешных выводов. Это всё-таки девочки. Они у нас переживательные. Ну, перенервничала. Никита, а вы разговаривали с Олиными родителями? Да, да, звонила. Мне не знать. Ну, хоть что-нибудь. Они думали, она со мной. Никита, скажите, а Оля учится или работает? И учится, и работает. Учится она на заочном в институте лёгкой промышленности. Работает она менеджером по туризму. Так, а что на работе говорят? А что на работе? Я не звонил на работу. Это перед выходными случилось. А, возможно, вы знаете каких-то Олиных подруг или, возможно, сослуживцев? Дружит она с одной девочкой с работы, да. Наташа зовут, но у меня её телефона нет, потому что они постоянно вместе. Ну, вот что, Никита, вы переживаете? Запишите все координаты свои, номер телефона, ну и координаты своей девушки, где родители проживают. Ну, всё, что у вас есть. Не волнуйтесь, найдём. Мы вашу пропавшую невесту. Да самый серьёзный человек в какой-то стрессовой ситуации может вести себя просто неадекватно. Я предлагаю вам ехать домой и готовиться к свадьбе, а мы найдём Олю. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. До свидания. Угу. Юль, я предлагаю поехать тебе в эту турфирму «Вояж» и поговорить с Наташей. А я пойду к Олиным родителям и хорошенечко распрошу. Договорились. Давайте, девчонки, и отзвоните мне, если что-то узнаете. Хорошо. Ну, кажется мне, что сбежала невеста. Вообще ситуация не кажется сильно подозрительной. Мало ли какие у девушки тараканы в голове, да ещё и перед свадьбой. Но если Никита так нервничает, значит, будем искать сбежавшую невесту. Здравствуйте. Надя приехала к родителям Ольге. Она сказала, что здесь она по поручению Никиты. Он переживает о пропаже Ольги и обратился к патрульным самообороны с просьбой её найти. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как давно вы видели вашу дочь? Где-то пару дней назад. Она хоть у нас и взрослая, ей 22 года, но она не могла сама вот уйти и нас не предупредить. Мы думали вначале, что она у парня, её Никиты. Она всегда, когда оставалась ночевать, она всегда звонила нам. В этот раз Никита сам перезвонил, и мы уже просто не знаем, что с ней и как. Ну, знаете, я думаю, что это, скорее всего, побег, потому что на похищение, ну, очень-очень похоже. Нет, нет, это полностью исключено. Я хорошо знаю Олю. Оля серьёзный человек и очень серьёзно относится к жизни. Она бы мне обязательно перезвонила, обязательно. Скажите, а может быть, к ней кто-то в последнее время приходил или она с кем-то встречалась? Андрей. Это Андрей, да? Да, это он. Можно я посмотрю? Да, пожалуйста. Слушайте, может быть, у ребят вспыхнули заново чувства, и она сбежала именно с ним. Такое часто бывает. Нет, это полностью исключено. Она, повторяю, серьёзный человек. Если она сказала нет, значит нет. А это, я так понимаю, телефон Андрея, да? Да. Вы звонили по нему? Да, конечно. Давайте я ещё раз попробую. Но он не отвечает. Я ещё раз попробую. Ещё раз. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Номер отключён. История с Андреем, мне кажется, подозрительной. Иногда бывшие чувства возвращаются. Но родители утверждают обратное. В это время Юля подъехала к офису турфирмы «Вояж». Здесь работает близкая подруга Ольги, Наталья. Возможно, она знает что-то об исчезновении Ольги. Добрый день. Добрый день. Нет, нужна Наталья. Это я, я вас слушаю. Очень приятно. Вы знаете, мы ищем невесту нашего лучшего друга Никиты Ольгу Гаврилю, которая работает у вас. А вы давно её видели? Ну, Ольга её видела последний раз перед выходными. А могла ли Оля сбежать от Никиты перед свадьбой? Ну, знаете, с невестом бывает такое иногда. Нет, это исключено. Дело в том, что она очень любит Никиту. Она ждала этой свадьбы. Она готовилась к ней. Мы вместе с ней ходили, выбирали платье, свадебный букет. Поэтому вряд ли. А давно Никита с Ольгой уже встречаются? Ну, вот бывало такое, что она могла пропасть и не звонить? Ну, насколько я помню, года два не встречаются. Пропасть вряд ли смогла. Она ещё перед свадьбой решила пожить у родителей. У неё как бы такие правила. Понятно. Нужно срочно найти Ольгу, потому что Никита так волнуется, переживает. Вы не волнуйтесь, всё будет хорошо. Она обязательно найдётся. Это просто свадебный мандраж. Она обязательно появится. Да. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Поведение Наташи показалось Юле подозрительным. Она решила дождаться конца рабочего дня и проследить за ней. В это время подъехала Надя. Ну что, рассказывай. Ух, ну что. Была я у родителей Оли. Они не знают, куда она делась. Звонят, ей трубку не уберёт. Но тут появился очень интересный персонаж. А ну-ка. Бывший её парень Андрей. У тебя что? А у меня тут суперспокойная лучшая подруга. Которая, ну, ни капельки не волнуется о том, что Оля пропала. Такая мне говорит, всё хорошо, не знаю, ничего, не волнуйтесь. Оля скоро вернётся. Очень подозрительно себя ведёт. Пропади ты, я бы, наверное, уже всех бы на уши подняла. А это такая вообще, знаешь, спокойная такая сама. Слушай, ну, странно, да. Вот сижу, наблюдаю, пока за ней. Разговариваю с кем-то по телефону. Ну да, кому-то позвонила. Так, смотри, одевается. Интересно, куда собралась. Что, она как-то после моего визита не сильно хочет работать? Смотри, закрывает туристическую агенцию свою. Наталья выходит из турагентства. Патрульные решают проследить, куда она отправится. Поехали за ней. По дороге Наташа зашла в аптеку. Смотри, ну да. Может, человеку плохо стало или волнуются из-за Оли. Да прям. Резко заволновалась. Наталья свернула во двор. Патрульные решают поговорить с ней еще раз. Объяснить серьезность ситуации. Наверное, куда-то кому-то домой. Похоже, да? Наталья заходит в подъезд. Патрульные боятся потерять ее из вида. Они решают пойти на маленькую хитрость, чтобы выведать у консьержа, живет ли здесь Наталья. И если да, то в какой квартире. А здравствуйте. А тут вот только что девушка подошла. Она кошелек обронила вот мимо кармана. И мы ее начали догонять, но не успели догнать. Да, проходила девочка. Но потом это уже она живет. У нее, наверное, женя богатая, раз она кошельками разбрасывается. Да вы что? Какой богатый? Девочка очень много трудится. Она одна живет. И вообще еще и подругу привела к себе больную. Подругу? Я как-то видела на днях. Так что если уже она кошелек потеряла, совсем до ручки, наверное, дошла. Значит, надо обязательно вернуть. Подскажите, куда ее поднести? Да в 35-й квартире живет. Ну, молодцы девочки. Такие люди сейчас редко бывают. А какой-то этаж? Пятый этаж. Спасибо большое. Спасибо большое. Тайная подруга, за которой ухаживает Наташа, возможно, есть наша потерянная Оля. Думаю, нужно поговорить с девчонками. Так, 35-я. Наташа, а мы с вами не договорили. Приходите завтра в офис. Нет. Мы подозреваем, что Оля находится у вас. Поэтому лучше вам сознаться во всем прямо здесь и сейчас. Нету здесь Оли. Ёль, Ёль, вон смотри, Оля. Оля, да? Можно пройти? Приходите. Мы уже весь город подняли уже в ваших поисках. Патрульные нашли Ольгу. Но она была в ужасном состоянии. Ее лицо было изуродовано после посещения косметического салона. Она рассказала, что прячется у Натальи, потому что ей стыдно показаться родным и жениху. Я как дура повелась на процедуру. Он бы этого не понял. Мне позвонили с салона три дня назад и предложили дорогостоящую процедуру, которую можно пройти бесплатно. А кто дал ваш номер в салоне красоты? Мне сказали какой-то друг, но я не знаю, кто именно. А какие именно процедуры проводили? Мне делали пилинг лица, делали маску, и у меня сразу же пошло покраснение. И я сказала, что нужно что-то с этим делать. Тогда они мне начали втюхивать какой-то чудо-крем, который якобы поможет снять эту аллергию. Ну, в итоге... Ну, ты часто в салоне такую предлагает процедуру? Да, но в итоге после крема стало только хуже, у меня все покрылось волдырями. В салоне Ольге сказали, что ее телефон дал какой-то друг. Но кто мог подарить ей такую дорогую красоту? Да и вообще, этот крем очень подозрительный, в принципе, как и все эти косметологические процедуры. Слава богу, на самом деле, что невеста наконец-то нашлась. Но вот кто хотел расстроить свадьбу, мы обязательно объясним. А крем у вас остался? Можете показать? Пропавшую невесту нашли, но расследование не закончилось. Патрульные решают узнать, кто испортил девушке внешность. Алексей отправил крем на экспертизу, а Юля и Надя едут в салон «Радуга», где изуродовали Олю. Нужно понять, что это за салон, и узнать, кто подарил Ольге косметические процедуры. Вот, по-моему, вот этот. Слушай, давай на дворника спросим. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не подскажете, тут где-то должен быть салон «Радуга» или мы дом перепутали? Нет, вот был салон, но они съехали, даже вывеску уже сняли. А до нас съехали? Ну, на дня где-то. А, да хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Я же, я так посмотрю, этот салон долго на одном месте не задерживаться. Слушай, а набери нашего Дениса, пусть пробьет в интернете где-то салон сейчас. Давай. Алло, Денис, привет. Слушай, пробей, пожалуйста, по нашей базе, что мы знаем о салоне «Радуга». И нам нужна информация о креме «Югенд». «Югенд». Заро подивимось. Угу. Дивись, есть салон красы, где он продается. Бульвар «Дружба народов» 131. «Дружба народов». Хорошо, все, спасибо, едем туда. Пока. Юль, едем на «Дружбу народов». Леша, привет. Мы как раз подъезжаем к «Дружба народов». Там, где находится сейчас салон. Привет. Угу. Юль, ну, смотри, я только собрал запеченье. Угу. А, и вот, что интересно. Алло, слышишь меня? Да, да, говори. Да. Значит, смотри, там обнаружили вредное вещество, называется формалин. Да, превышено в 10 раз. Но вызывает различные заболевания, рак кожи, влияет на центральную нервную систему. Как она после такого вызвала? Услите мне, да, я выезжаю. Это слово «Будем правду любить». Да, хорошо, Леша. Все, мы будем аккуратны. Давай. Давай. Девушки приехали по адресу, который назвал им Денис. Там действительно оказался неприметный косметический салон. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Мы бы хотели записаться на бесплатную процедуру ваших волшебных масочек. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь. Вы знаете, ваш салон нам посоветовала наша подруга. Сказала, что у вас волшебные кремы для лица. Совершенно верно. Я вас попрошу заполнить этот формуляр, написать 10 телефонов ваших подружек. Это является условием бесплатной процедуры. Хорошо. А расскажите пока, пожалуйста, о вашем креме и о его свойствах. Да, что туда в состав входит? С радостью расскажу. Ну, это косметика Югент, немецкая косметика. Она направлена на восстановление кожи, а также омоложение. Разглаживает морщины и питает кожу. Угу. И многие пользуются этими масками. Да, вы знаете, очень популярная косметика. Да, и что? Да, нам приятно то, что людям это приносит. Ну, вот скажите вообще, и много девушек на это ведется? Ну, мы же правду говорим. А это мы сейчас и проверим. В это время в салон заходит Леша и сотрудники службы прав потребителей. По результатам экспертизы, в вашем креме формалин превышает в 10 раз нормы. Как вы это объясните? Да что вы говорите, это хороший крем. В составе МАДР. Пожалуйста. Потом будем смотреть. Пожалуйста. Девушка, пройдемся со мной сейчас, пообщаемся. Группа этих аферистов работает по всей Украине. Никто из них не является профессиональным косметологом. И косметику они покупают не в Германии, а делают ее в домашних условиях. Главная их цель – это вытащить как можно больше денег у людей. Пока служба прав потребителей разбирается с аферистами, Алексей решил поговорить с одним из косметологов салона. Ему нужно узнать, кто записал к ним Ольгу Гаврилову. Да ну что вы, у нас приличное заведение. У нас лицензии есть. А вот я так не считаю. Крем немецкий. Другие люди тоже. Немецкий? Ну, пожалуйста, покажите всю базу ваших клиентов за последнее время. Да вот, пожалуйста. Только не вот этот список. У нас не было никаких нареканий со стороны клиентов. Покажите полную базу всех клиентов. Пожалуйста, ознакомьтесь. Имя человека, который заказал Ольгу Гаврилову. Сейчас. А, вот, пожалуйста, Ольга Гаврилова. Марина. К сожалению, телефон домашний. Видите? Фамилии не знаю. Нашлась. Да, Леша. Денис, пробей мне, пожалуйста, по стационарному телефону адрес. Так, зараз подавляюсь без проблем. Скажи. 0,44, 545, 12,13. Так, зараз. Кельцевая дорога, 97. Записал? Да, все. Запомнил. Хорошо, спасибо. Накануне свадьбы у Никиты Шиповалова пропала невеста. Он подозревает, что с ней что-то случилось. Дома Ольга тоже не ночевала. Ее подруга Наталья утверждает, что не знает, где Оля, но ведет себя подозрительно. Патрульные начинают следить за подругой и обнаруживают Ольгу в квартире Натальи. Но лицо невесты изуродовано красными пятнами. Всему виной бесплатная процедура в неизвестном косметологическом салоне, куда пригласили невесту. Экспертиза крема, которым пользовалась Ольга, показала, что содержание формалина превышает нормы в 10 раз. Патрульные уверены, тот, кто записал Ольгу на процедуру, знал об этом. Надя и Юля поехали по указанному адресу. Там живет Марина, девушка, которая записала Ольгу Гаврилову на бесплатную и опасную косметическую процедуру. Интересно, кто это такая Марина, которая отдала номер телефона? Может, еще одна из подруг Оли? Ну, может быть. Или какая-нибудь конкурентка. Ну, какой-то парень такой, знаешь, симпатичный, видный, мало ли. Да, уж не завидую ее Оле. И то, вместо того, чтобы побежать к своему жениху, она побежала к подруге с проблемами. Ну, ладно, бывает всякое. Вроде приехали, да? Да, вот смотри, давай сейчас поворачиваем. По-моему, вот этот подъезд. Да, он. Ну, вот тут прокосим. Патрульные не знают, специально или случайно Марина записала Ольгу в косметический салон. Они решают спросить ее в лоб и посмотреть на ее реакцию. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. А мы принесли вам подарочный сертификат от салона «Радуга» за успешное испорченное лицо Оли Гавриловой. До свидания. Подождите. Ой, да ладно. А может, у вас еще найдется пара телефончиков от друзей, которых можно изуродовать? Кстати, Оля Гаврилова жива, здорова. У вас ничего не получилось. Я не понимаю, о чем вы. До свидания. Марина, что случилось? Кто там? Опа, какие люди, Никита. Привет, девчонки. Что вы здесь делаете? Никита, а я вижу, у тебя новая невеста уже появилась, да? Да ладно, это моя сестра. Учего? Ну, тогда я могу тебя обрадовать и поздравить с тем, что мы нашли твою невесту Олю. Ди, заходите, заходите, расскажете. Сейчас расскажем тебе все. А еще я тебя хочу поздравить с тем, что твоя сестра Марина отправила твою невесту Олю на бесплатную косметологическую процедуру, где ей изуродовали лицо. И после чего у нее началась просто жуткая аллергия. Марина, о чем они говорят? Что за ерунда? Да ты сам во всем виноват. Неужели ты не видишь, что Ольга тебе не пара? И то, что у нее аллергия, лишний раз доказывает, что с ней что-то не так. Да ты вообще мне должен быть благодарен, что я избавила тебя от нее. А коварный план возник у Марины тогда, когда ее подруга попала в точно такой же салон и две недели лечила кожу лица. Вот тогда Марина и решила дать номер телефона Оле в салоне «Радуга», для того, чтобы та очень долго лечила свое лицо и тем самым сорвать свадьбу. Марин, ты зачем это сделала вообще? Ваша свадьба меня добила. Я сразу поняла, что как только вы женитесь, ты выгонишь меня из квартиры. Так я не понял, это что, из-за квартиры все, что ли? Оказывается, родители Никиты и Марины поставили им условия. Кто из них первый женится, тому и достанется квартира. Ну, а второй, соответственно, вернется к родителям. Вот, Марина, я хотела обезвредить Ольгу, чтобы тем временем затащить в ЗАГС своего жениха. Ребята, какая у нас свадьба была. Да, посмотрите. Здорово. Слухай, вот это так. Какие окуляры. Какие окуляры. Слушай, ну, красивые. Молодцы, ребята. Друзья, это благодаря вам только. Понимаете, если бы не вы, то ничего бы этого не было. Теперь у нас с Олей все уже позади. Конечно, позади. Впереди вас ждет только счастливое будущее. За такое событие не грех и бутылочку шампанского открыть. Давайте мы для этого принесли. Так, молодоженам первым. Марина ушла жить к родителям. Никита и Ольга решили не заявлять на нее в милицию. Редактор субтитров А.Семкин